Здравствуйте, дорогие мои подписчики, все те, кто зашел на мой канал. Сегодня с вами Галина. Сегодня я посолю скумбрию по рецепту нашей подписчицы Татьяны Иванкиной. Большое спасибо вам за рецепт. Приготовим, попробуем. Значит, я взяла в кастрюлю, где я буду делать маринад. Варить будем маринад. Налила литр воды. Сюда идет в рецепт. Значит, 3 столовых ложки соли. Я взяла, ну я не с горкой, а соль я взяла засолочную. Вот одна. Вторая. И третья ложка. Дальше у нас идет 2 столовые ложки сахара. Вот как рецепт она нам дала. Одна ложечка. И другая ложечка. Дальше у нас идет заварка обыкновенная. Чай сухой. Вот у меня здесь чай, но он здесь, правда, крупноватый. Непонятно какой. 2 столовые ложки. Сюда я же высыпаю это все. И сюда же идут у нас 2 горсти, 2 горсти луковой шелухи. Я вот ее, она видите, она у меня такая, я ее помыла. Потому что все равно лугрятный. И сюда же я добавляю это все. Прибавляю огонь. Вот оно у нас пусть закипит. Потом я это не буду вот это вот все процеживать. Я просто уберу, когда закипит. И пусть маринад будет, это все будет настаиваться, во-первых. А во-вторых, это он еще одновременно будет у нас остывать. А потом уже, когда остылся маринадом, мы зальем нашу рыбку. Скумбрия, она у меня уже подготовленная, все почищенная, помытое прямо тушками. Но я потом покажу. И на 2-3 дня холодильник. Так, вот видите, у меня маринад от ТЭЛ. Я его процедила. А то у меня тут 3 рыбки. Они почищенные, все помытые. И теперь я их, я их просто положила на бочок. И будем выливать это все сюда на рыбку. Даже плохо еще вот, что-то делать. Еще заварка осталась. Будем ее выливать. Все. Теперь поставим мы ее где-то, значит, дня 2-3 в холодильник. Закроем крышкой. Потом через сутки я ее переверну на другой бочок. И все. И пусть стоит у нас. Всем пока-пока. Посмотрим, что из этого тоже получится.